всем 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 привет снова вы на канале тесла и сегодня снова находки ну немножко конечно находок не многовато маловато вот но тем не менее они есть маловато находок потому что на следующей неделе у нас в том городе где живу будет электрический шпермюль так называемый вот ну поэтому это логично люди не особо много везут на свалку потому что ну зачем везти на свалку если это можно на следующей неделе просто выставить на улицу возле своего подъезда и это все значит будет забираться специальными службами вот ну вот почему вот такое вступление вот прежде чем на к находкам перейдем я хотел бы показать один из навигационных приборов которые я нашел не так давно вот он оказался рабочим полностью совершенно рабочий полностью функционирует карта стоит микро карта стоит короче в общем уже испытан все нормально вот я его оставил себе единственное что значит хочу показать он был вот здесь вот панель его передняя была там поцарапана такая поерзана немножко что значит мы видим сейчас сейчас мы видим все блестит и сверкает короче как новенькое все вот это у нас автомобильная фольга ну пленка пленка так называемая автомобильная которая обтягивает машины значит вот так вот можно обновить любой девайс в принципе вот такой вот пленочкой вот здесь я не стал вырезать здесь написано значит бекер но я не стал вырезать но она немножко вот так вот даже про 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 не просвечивается а ну как бы как бы видно эту на это название при правильном попадании света но это не столь важно вот ну в общем вот так это выглядит я уже второй приборчик и таким образом обновляю один у меня был мой компьютер сейчас которым я пользуюсь sony вот у него тоже значит я купил для него крышку для дисплея вот купил аж из англии но она пришла конечно она выглядела не очень вот причем было цвета не подходящего к моему компьютеру вот пришлось его обтягивать пленкой но принципе я не пожалел он сейчас выглядит тоже как новенький вот в общем вот такое тоже еще одно отступление от темы вложу его сейчас сюда одну перейдем к находкам находки вот значит один путь взял от медиум но это от старого телевизора я грешным делом думал может быть подойдет к моему телевизору который вот недавно привез маленький с дведи плеером вот так на всякий случай за попробовать не подходит поэтому выкидываем сразу корзину вот ну и переходим к находкам находки это у нас находка но не из этого разных находка которая была прошлый раз вернее давно уже найдена я и пользуюсь вот иногда что-то заряжаю значит что у нас вот как раз я вот этот вот приборчик пробовал зарядить вот это у нас планшет 10 дюймовый от фирмы у нас фирма denver по 9721 модель ты а ты по моему 10 153 ну короче вот так это выглядит значит что я пытался зарядить его он заряжается и он включается и он рабочий совершенно рабочий то есть как на нем android совершенно рабочий вот единственная проблема значит у него дисплей то есть тачпот вернее не тачпот а тачскрин у него вот здесь битый причем биты как бы вот внутри я вот не знаю как это выглядит здесь то есть здесь вот провожу здесь я не вижу никаких трещин снаружи они внутри может быть это дисплей биты но если бы это был бы дисплей я думаю что он бы не показывал ничего вот то есть что-то вот какие-то там трещины скорее всего это тачскрин вот потому что значит если я так переворачиваю вот здесь у нас не реагирует вот вроде бы как бы и реагирует чуть-чуть но плохо очень если вот так перевернуть здесь вот реагирует лучше вот ну вот вот он включился ну значит вот здесь допустим не реагирует совершенно ничего только вот тут внизу вот можете видеть да включился ну короче вот так вот такой у нас девайсик найден вот ну что тоже мою сторону отложим в сторону посмотрим надо будет смотреть на него тач вот сколько стоит ну и потом уже значит пробовать его реанимировать вот сейчас я выключу давай уже включается все значит сложим его сторонку переходим дальше 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 у нас был найден вот такой магнитола магнитола вот автомобиля seat или zeat как здесь говорят оригинальный это у нас я дзон систем алана вот что у нас тут гриндик поставляет им эти приборы вот ну проверять мы его не будем сейчас конечно же к нему должен быть еще код потому что это оригинальный прибор и к нему должен быть код года я здесь не вижу поэтому включить его возможности не будет вот еще даже гарантийная наклейка здесь осталось научим положим вот так я вам покажу поближе сиатовский оригинальный магнитофон займемся ими позже вот что у нас дальше дальше у нас была такая найдена вот playstation 2 джойстик тоже пойдет в коллекцию шпыль консолей я их собираю вот и один прибор привлёк мое внимание что-то такое незнакомое мне но интересно скорее всего это какой-то какой-то медицинский какой-то медицинский прибор вот здесь что-то как-то поднимается зажимается здесь вот такая вот фигня стоит кстати тоже как какие-то вот здесь щипчики вот не знаю вот эта шняга должна скорее всего крутиться здесь какая-то вот для типа знаю типа как шлифовальная эта фигня как отшлифовать что-то не знаю короче называется норд-энд инстинкт рэнф 2 короче шар пеннинг ассистент вот странная вещица непонятно для чего она непонятно как она работает для чего она вообще предназначалась сейчас у нас тут есть где-то у нас тут есть блоки питания сейчас я один найду включить посмотреть что вообще скажет на значит как вот это фиксируется я не знаю это вот какая-то здесь такая как как щипчики какие-то вот что-то здесь видимо зажимается как-то вот так подставляется здесь я не знаю что это такое ну и когда включается здесь крутится значит какая-то фигня для чего-то шлифовать что вот она крутится и работает в общем такой прибор не знаю для чего он может понадобиться вот так все крутится интересно здесь что-то как-то вот вот зажимается значит вот таким образом то есть ну допустим допустим можно зажать вот эту штуку вот так и включая ночь и потом на что-то вот так вот нужно можно шлифовать я думаю что шлифовка производится вручную а это просто как альтеру такое с можно справа слева здесь все это шлифовать может быть для прибор для дантистов явно какой-то прибор связанный с медициной вот что у нас здесь написано еще значит произведен в америке короче надо его пробить этот приборчик в и бей посмотреть что он что это для чего это и как это называется так ну что убираем моего в сторону пока сейчас у нас есть еще одна находка мы тоже посмотрим следующая находка это у нас очередной очередной компьютер так называемый системник или как вы его еще называете офисная духовка так это выглядит вот значит что вот сразу хочу сказать почему почему офисная духовка нету никаких видеокарт здесь то здесь стоит простой стандартно стандартный значит как его называют материнка и больше ничего нет и не было потому что здесь все закрыто сейчас мы открутим посмотрим что у него внутри я вижу что у него уже был кто-то здесь пленка вот это вот гарантийная сорвана вот ну возможно с него снимали жесткий диск итак вот кстати как он выглядит с этой стороны короче вот такой у нас hp компакт компакт windows vista amd атлон более менее он такой нормальный вид ну посмотрим что у нас внутри я ошибся нет жесткий диск у него стоит но сейчас я посмотрю жесткий диск у него стоит и жесткий диск у нас на 160 гигабайт недовольно таки довольно таки небольшой вот что он процессор AMD как и написано было да вот довольно таки много пыли и вот видите как выглядит как выглядит вот эта вот штука планка памяти планка памяти выглядит она не очень столько пыли на ней планка памяти 1 гигабайт вот возможно их стояло здесь две но осталась одна я думаю что для такого компьютера 1 гигабайт это как бы нелогично очень мало должно быть как минимум два вот поэтому ставим сейчас на место на место ставим вот жесткий диск стоит значит все у нас здесь стоит здесь стоит здесь стоит здесь стоит можно попробовать его включить включить и проверить сейчас мы берем крышечку поставим его вот так он запустился причем сразу запустился что странно без нажатия на кнопочку он уже запустился сейчас мы его выключим зеленым горит лампочка как бы в камеру вот так показать вот зеленая лампочка сейчас мы его так вырубим вот потому что нужно подключить к нему прибамбасы значит сейчас я тоже я не буду подключаться к нему а мышкой можно подключить вот так сейчас включим посмотрим что будет на дисплее пока у нас ничего нет на дисплее и не предвидится вот не ничего не предвидится переворачиваю снова смотрим что здесь это у нас тоже работает вот все подсоединено все на своих местах но не идет сигнал вот значит что мы делаем снова выключаем сейчас я посмотрю если у меня планки оперативной памяти 2 по 1 гигабайт как раз то что надо вот поэтому сейчас эту мы вытащим а другую ставим ну и пробьем да они одинаковые тут конечно пыли много нужно все проверять чистить вот оперативки поставили 2 гигабайта мы посмотрим результат результат также нулевой то есть на дисплее ничего не появляется а вру появилась все нормально вот сейчас покажу вот он вот она загрузился вот мы единственно сейчас он покажет нам что он хочет вот значит ну дело было значит в оперативке интересно мне загрузится он или нет вот вроде как бы пошел причем windows xp стоит хотя на наклейке написано windows vista то есть его уже переставляли экспишный вот но мы на него можем поставить windows 7 вот ну и закодированным конечно же здесь сейчас мы его нажмем мишка у нас кстати не работает почему-то здесь отсюда не работает сейчас попробуем с панели вот отсюда включится и и тоже не работает странно а вот заработала наконец-таки вот сейчас вот так вот блин нажмем ему окей и нам покажет что в общем тут все понятно тут все понятно тут нужно будет нужно будет ставить другой windows нет смысла этот открывать там пытаться что-то взломать коды просто поставить на него другой windows на этом все кончится вот так вот он выглядит значит снаружи здесь есть возможность поставить другую еще одну дополнительную видеокарту вот вот отсюда кстати вот эту заглушку убрать здесь и поставить видеокарту можно вот ну вот он в принципе рабочих вполне нормальный компьютер который можно будет привести в порядок вот единственное значит что ну продать его за какие-то большие деньги не получится вот попробуем сделать посмотреть поставить его какие-то небольшую какую-то денежную компенсацию за него получить вот кстати еще один компьютер который из прошлого раза значит найденный он уже готовый стоит у него все уже значит поставлен windows все нормально вот попробую поставить продать вот второй такой же стоит я его еще не делал потому что нужно сначала посмотреть что продаться 1 стоит ли вообще вторым заниматься потому что есть немножко проблема в германии такие компьютеры уже не особо хорошо покупаю потому что ну уже это немножко да скажем так для дойчленда это уже устаревший вариант вот поэтому а вот туда же еще пленка сохранилась вот поэтому нужно посмотреть за сколько продаться и стоит ли она того чтобы с ним заморачиваться вот ну что на сегодня у меня больше ничего нет поэтому я буду заканчивать вот всем желаю как всегда удачи подписывайтесь ставьте лайки ну кому как нравится ставьте лайки дизлайки и комментарии пишите вот на этом заканчиваю и до следующего видео